Кто должен ремонтировать стены в подъезде после пожара, за чей счет и в какие сроки? К нам в редакцию обратились жильцы высотки на Ключ-Камышинском плато. После ЧП прошло три месяца, а качественный ремонт на площадке так и не сделали. Жильцы вынуждены проходить свои квартиры через строительный мусор. В ситуации разбиралась Александра Медведенко. Юлия сейчас с улыбкой вспоминает свою эвакуацию с 12 этажа. Их с двухлетним сыном пожарные посадили в автовышку. Огонь вспыхнул в подъезде, прямо за стеной их квартиры. Сейчас о пожаре напоминает слегка уловимый запах гари и сажа на электрощитках. За три месяца после пожара в подъезде новостройки ремонт так и не сделали. Полтора месяца мы жили с этой гарью. Это, конечно, было вообще невыносимо. То есть у нас лифт не работал, но на нашем этаже не останавливался. Поэтому мы ходили либо выше, либо ниже на этаж. И получается, через весь этот подъезд у нас самая дальняя квартира с двумя детьми. Комментарии идут очень разные, но мнения совсем понятные. То, что ответственных нет и некому обратиться. Как бы хочется это все миром сделать. Такая ситуация не для всех приятная. Точнее, для всех неприятная, я бы даже сказала. То есть и для ТСЖ, которые вынуждены в оперативном режиме были решать эти вопросы. То есть как бы и средства. После пожара в течение 10 дней жилищники должны были отмыть гарь и вставить окна. Если, например, в одном подъезде был пожар, то все остальные скажут, что мы ремонтировать не будем, нам это не надо. Давайте не забывать о том, что есть статья 1064 Гражданского кодекса, которая все-таки обязывает ТСЖ тогда сделать ремонт и выставить через суд всем собственникам. То есть, по сути, можно было пойти даже этим путем, в связи с тем, что он, наверное, в этом случае будет быстрее. В смете ТСЖ может быть статья «Непредвиденные расходы» или «Рекламная аренда». Эти средства тоже можно направить на ремонт в экстренном порядке. На наш запрос в ТСЖ ответили. Сначала искали виновника пожара, потом проводили собрание, сейчас к ремонту готовы. Сейчас отголосовали, заключен договор с Лера Мерлен, в котором мы берем материалы, и буквально на следующей неделе уже заходят люди, бригады и начинают делать ремонт. Всего лишь 30 минут пожара, последствия 10 дней без света, полтора месяца среди обгоревших стен, еще полтора месяца в ожидании ремонта. Управляющая организация обещает начать обновление подъезда уже на следующей неделе. Сами же жильцы уже смирились с названной им причиной пожара – это бытовая неосторожность. Не смирились лишь с тем, что к их новым квартирам им приходится пробираться сквозь слой пыли и мимо совсем не косметически отделанных стен. Александра Медведенко, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал, ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!